У нас будет встреча с белорусской группой, и тут все как раз и началось с этих исследователей, которые сначала коммуницировали между собой, потом задали вопрос, не может ли группа приехать сюда, и все случилось. Так, большое спасибо тебе, Алена Несхевич. Алена Несхевич. Еще в состав организации аккредитованной при ЮНС как экспертами материного культурного наследия студенческое этнографическое общество, хотя у нас уже все выросли из студенческого возраста, ну и около примерно 10 лет в энергетическом уровне пытаюсь петь или что-то делать руками. Вот, и расскажу вам про маскирование в Беларуси, про ряжение на современном материале, не буду уже залазить там в архивные источники, и в основном про Масленицу и про Рождество. Ну, начну с Масленицы, потому что праздник скоро. Вот, можно следующий слайд включить. Ну, вы видите, Беларусь, граничит с Латвией на юге. Ну, несмотря на то, что мы страны-соседки, может быть, не очень, как бы все знают, где что он находится. Вот, ну, мы ваши южные соседи. Здесь вы видите десятилетние давности опрос Гэллоп о том, как бы, ну, какая в стране, как бы, насколько важна религия в жизни людей. Вы видите, ну, хоть это десятилетние давности данные, но и Беларусь находится на 11 месте среди наименее религиозных стран в мире. Ну, и, блядь ли, это все поменялось. Поэтому, как бы, ну, вот ряжение, мне кажется, его стоит рассматривать как проявление нерелигиозной жизни, хотя оно привязано, ну, к религиозным праздникам христианских, там, к Рождеству, к Масленице, а как проявлением культурной жизни. И в современных, уже в живой традиции ряжение сохраняется благодаря усилиям работников культуры. То есть, обычно церковь, костюмы не участвует. Вот, можно следующий слайд. Вот, ну, про Масленицу немножко расскажу. Как бы, в отличие от Рождества, у нас маскирование на Масленицу, оно намного более, ну, как, скромное. И, ну, только очень регионально фиксируется отдельные записи, архивные и современные. И первое такое отличие в том, что на Масленицу у нас в основном переодевались в антропоморфных персонажей, ну, то есть в людей. Ну, вот вы видите, это могли быть старые люди, типа Дед Баба, могли быть цыгане, могли быть разные профессии, как врач, поп, различные военные люди, солдат, офицер, мифологические персонажи, черт, смерть, волшебница, само воплощение, вот праздника Масленица, могли переодеваться в покойника тоже. Вот. Но встречается и переодевание в животных на Масленицу. Оно очень похоже на переодевание на Рождество, но там отличается в деталях. И обычно, если это обход, то он такой очень сокращенный по протяжению, ну, и по сюжету. Вот. В животных козлах, например, с ним обходили незамужних девушек, и есть свидетельства из Капельского района, это центральная Беларусь. Медведи могли переодеваться тоже на Масленицу, ходили с цыганами тогда. Вот. Журавля переодевались, одевая шерсть наверх кожух, ну, то есть шубу, и прыгали через костер. Восточная Беларусь. И могли еще переодеваться в маску петуха тоже на Масленицу, тогда петух свистел и ездил на коня. Вот. Это тоже центральная Беларусь. Вот. И еще очень такое существенное отличие Масленичного переодевания от Рождественского в том, что каждый персонаж, он как бы выступал за себя. То есть если на Рождество приходила группа, и они между собой взаимодействовали, это был такой фактически народный театр, спектакль, то на Масленицу обычно каждый себе сам делал маску, и как бы сам себя представлял. Ну, иногда с какими-то помощниками, но очень редко можно на Масленицу увидеть фиксацию, что как-то персонажи переодеты, ряжены между собой взаимодействием. Вот. Ну, например, вот исследователь, ну я говорила, что мы не очень будем везти в архивы, но немножко все-таки слазим. Исследователь начала XX века, сейчас вот Петкевич из окрестностей речи, цвета юга-восточная Беларусь, он описывает, как переодевались в тетку Масленицу. Острая на язык молодая женщина, надевает белую чернягу или ногу в белый порту, и приделывает себе из покрашенного белого волоконка на при волосы, настолько длинное, насколько позволяет волокно. Ходит от дома в дома с купельцем, будто бы полным сыром с маслом, как символ Масленичной недели, угощается всех. Но на самом деле только собирает танцы, свои байки и анекдоты. Еще можно следующий слайд. Или вот он, например, описывал фонарь голого головы мертвеца, ну как в белорусский это мертвецкая лектарна. Из тыквы величиной примерно с головы человека, после отрезания снизу пятой части, вырезают мякоть, провязают дырки, как будто глаза, носы губы с дурами, вставляют в деревянный дом со сгоящей свечой. Тыква становится похожа на голову мертвеца. Парни-озорняки носят фонарь под одежду и внезапно показывают, пугают прохожих или собравшихся на вечеринку. Ну и мне кажется, как бы эта фиксация очень интересна тем, что мы больше знаем такую тыкву с борьбами на Хэллоуин. Ну и в Белоруссии также еще встречаются в одной деревне в Южной Белоруссии, в Азиаловичах, на Рождество. Вот, но именно на Масленице вот есть такое свидетельство. На следующий слайд. В Северной Белоруссии встречаются в Азиаловичах похоронные игры. То есть, вот игры в покойниках, которые в разных традициях Лакайна могут привязываться к различным праздникам, календарным. И на свадьбе могли делать. Ну вот у нас на Масленице именно хранится с Россией, с Ковской областью. Вот несколько фиксаций. Пожалуйста, следующий слайд. Ну вот, например, Городовский район, это живая традиция. Здесь вы видите фотографию 2015 года. То есть, делают куклу в рост человека и ее, как бы, в шутку хоронят, оплакивают. И можно следующий слайд. И на этих шуточных похоронах в них участвуют еще переодетые персонажи. Вот вы видите, доктора и священника. Ну, причем доктора, чтобы его сделать, используют всякие, ну, такие атрибуты, ну, настоящего, как бы, доктора. То есть, там, тонометр, шапочка с крестом, с праздником. Ну, хотя, это уже такая отсылка, скорее, какой-то бутафория. Ну, если священник, то мы здесь, вот он из какой-то консервной банки сделала себе, ходила. Но ее свидетельство, что могли сделать из старого лапса, из какой-то, ну, такой, ну, что-то, чтобы это было смешно. То есть, это породило церковное отбивание вот этого покойника. И можем посмотреть немножко видео, пожалуйста, номер один. Это будет следующий или... Видео номер один, там в той же лапке оно находится. Это нужно закрыть презентацию, выключить. Это из этого района, из Курадоцкого. Это мое экспедиционное видео 2014 года. Так, номер один. Это где? Да, там, там. Там, 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 там... Я Доброе утро! 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 мог внести вот звезду рождественскую видите на фотографии их листом у различных песни цифрового происхождения следующий слайд например 13 января это южная беларусь деревня дятловича это коллектив работников культуры то есть я говорила что таких но спотанной традиции иногда есть иногда люди переодеваются но чтобы как бы там был полный состав масок все красиво это скорее ну какие-то люди связаны с системой культуры вот но иногда как будто группы спонтанно делают из себя полная костюма но все-таки это происходит довольно редко и вот мы можем одну и ту же деревню наблюдать официальный дом официальную группу от дома культуры и в то же время вот детей которые нарядились как они умеют там как-то напрасились очень похоже на хэллоуин и тоже обходят деревню в этот же вечер вот нужно следующий слайд ну вот главный персонаж рождественского ряжения в беларуси это коза вот вокруг нее крутится все как бы действие но персонажа могло быть намного больше вот например вы видите на фотографии сорок у медведя там на заднем плане журавля но это тоже из южной беларуси фотографии из деревни по гостям вот можно следующий слайд также южная беларусь деревня осово нужно немножко ближе к центру он тоже это еще считается южный регион полесье на фотографиях ну почти полный состав от их коллектива вы видите поле там стоит возле коня цыганка но цыган не попал в кардер затем тоже журавль указал не как бы ну не одевается маска как бы просто носит в руках как чучело если очень интересный персонаж дед у него маска из берез ты вот и как ну допущает такого первопредка и вот своей балкой украшено он стучит в потолок там же вызывая как бы чтобы у хозяев были деньги или там стучит в окно чтобы ну пустили разрешили им как бы ну сделать это калядное действие покалядовать ну потому что как бы у нас перед тем как что-то делать нужно у хозяев спросить разрешение хотят ли они чтобы им попели вот и если в этом доме был покойник за предыдущий год то у них не калядовали ну и понятно что обычно в деревне все знали туда просто не шли но все-таки как вы спрашивали хотят из льва есть потому что подарить нечего они хотят вот ну и вам покажем немножко как это реконструируется в современном условиях ну а мы к вам приехали целыми двумя группами у нас есть группа раме это студенты нашего университета культуры специальности однофонное ведение второй курс вот и у них такие вот видите очень интересные маски из соломы вот нас есть медведь поклонись и очень красивая звезда тоже солома которая у нас тоже есть красивая звезда вот и есть еще козочка которая нам сейчас самую основную часть рождественского вообще отхода белорусского деревенского городского то есть обычно если это реконструкция то вот ну мы не сами идем разу с собой ведем идем с далеко от края от самого рая ну-ка козонька поскажи людям добрых на новое лето на добрый урожай а 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 Ай, козыньте же, шкурку злупите, шкурку злупите, шкурку злупите, шкурку пошите. На кожный рожок повесить пирожок, я шея ладки, как будто рыбаки были гладкие, поумерки жито, как коза была сыта, поумерки, а уца, как коза росла. Что? Что вы у вас заползлишь? А баранки есть, ваше рожок? Ну, ваше рожок? Нет, у вас и нема баранки пытаются. О, вы даже шкалку разнесся. Нет, и баранки не требуют разносить, баранок так не разносится. Ну, ну-ка, не хватай, пока, и когда наша парочка разносится, что-то еще баранки есть. У тебя посука баранки? Нет. У тебя, у тебя баранки. У тебя, ваше рожок, тоже марок. Упалняется, коза поднимается. У-у-у-у-у-у-у-у, коза бомо-босира. Похлойнись, коза коза козяину ноги. Слухи господине, излухи дедушки одуры дырят. Дякую. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 В АПЛОДИСМЕНТЫ МОЖЕ 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 ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО Это будет видео номер... Давайте раздавать Номер четыре. Там буквально 40 силы можно показать. А завтра спевать будем, вас по дорогам с колядами шевать. Ой, шамниру, шамниру, прикинь я там не в неделю. Для меня уже не улетаю. Хаски поста взятую, купаться не хочу. В этой деревне, это Вирков, Топлечевский район. Рассказывают, что там была казан. Ну вот как бы сначала ходили группы параллельно с казой, вот с этими цыганами. А потом как-то про казу забыли. Вот теперь только эти персонажи. Они такие уже считаются более современные. На следующий слайд. Это Давыдов городок. Это Столинский район, тоже Полесье, Южная Беларусь. Ну и здесь уже персонажи самые разнообразные могут быть. Пожалуйста, вот дальше включите. Ну то есть вот вы видите, Джек Воробея, там Чебурашка, и так далее, и так далее. Ну и как бы вот эта традиция, она вызывает очень много скорых. То есть то ли это ее развитие традиции рождественского ряжения, то ли это как-то ее какая-то профанация, то ли это ее уже упадок. Вот то есть изначально, а вернись, пожалуйста, в предыдущий слайд, изначально у них ходили вот такие конники. Вот вы видите конструкцию, здесь две корзины, и когда они связаны палочками, там накрыты, ну и как бы каждая группа, в принципе она до сих пор у них есть в составе такой конник. Ну, кроме конника тоже он обрастает такой уже очень большой свитый. Ну вот еще немножко дальше, пожалуйста, пролистайте еще на следующий слайд. Ну вот, например, уже после войны, в 50-х, 80-х годах, как бы из этого городка очень много людей, они ездили по всему СССР и торговали семенами, как бы с этого жили. Именно на Рождество возвращались домой, ну и тогда уже ходили, как бы друг друга поздравляли. И вот поскольку вот весенний сезон, когда всем нужны семена, приносило наибольший доход, то они себе вот в рождественскую как бы группу такого персонажа придумали тоже весну. Вот вы ее видите, как бы вот воплощение, втлетение и богатство, но вот он возник буквально уже вот у нас на глазах последние годы. Мы можем оттуда тоже посмотреть видео номер пять. Х pricing и Питта Питта Эй! Слава его! Звучит музыка. 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 охрана, это рождественские цари, деревня Семежево-Копыльский район, она здесь на карте видна, это, ну, тоже такая центральная южная Беларусь, скажем так, вот, но они как бы, есть у них тоже какие-то отсылки, ну, к таким более, скажем так, классическим рождественским обходам, как вот мы вам показывали, ну, козы у них нет, у них как бы есть дед и баба, но впереди это баба, ну, как бы старая женщина, вот она лечет дорогу, у них есть тоже там доктор, потом увидите на видео, ну, как-то тоже похож на все остальное Беларусь, но именно вот эта сама группа солдат, которые, ну, пародируют по форме царской армии, вот, они показывают драму царь Максимилиана, она более в России распространена, конечно, так широко, ну, как бы вы видите, что довольно далеко от хранится с Россией, даже нельзя сказать, что это не белорусская традиция, вот, ну, и это тоже, конечно, группа, организованная местным домом культуры, у них есть две старшие и младшие, но тоже в этой деревне параллельно ходят еще группы, ну, с такой более простой программой, давайте посмотрим на видео сначала с самих этих царей, таких, ну, наряженных, видео номер шесть, так, шесть царей. Здравствуйте, я привык вам, на кого меня прочитают, за короля немецкого или за солдата турецкого? За кого? За туда же. Я не ест король немецкий или солдат, а из грозный царь вообще меня. Солнце про, в луне спас, к чему свету без кучая голова? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вы, царь, вы, стань передо мной, я притри перед тобой, но невесина говорит, но невесина лежит, пока я не в землю обью, по лучшему красоту, вы имеете власть, чей являетесь коледвами, грим письмо, я бисьмо... Там довольно длинные спектакли, они сражаются, потом раненых брать начинают лечить. Давайте ближе к концу посмотрим, как они будут собираться на выход. Смазать под носом перцем! А у тебя что происходит? Чебе? Чебе! Чебе! Скажите, Боник, тебе ребенка, треба познать ему на мороженых девчонках! Ну-о-о-о-о! Стой, а ты, бузырчик, как? Чему ты думаешь, легкие не подобаются? Не подобаются, а я вам и зусим здоровый! Калитки зусим здоровый? А сейчас чуем, когда я вот пирогом спать коровы! Вы, ребята, здесь? Здесь! В обоих кремлях есть? Есть! Что там не так? Дом! Чилил! А с подорогом! Рады, ребята? Рады! Я играл, я добывался в рам! На левый! Вод! Встречаи! Шойгу! Марк! Пасею и петун на берегу! Пасею и петун на берегу! Мою пудручку расслаблюсь! А я убьюсь! Я убьюсь! Я убьюсь! Ну и дальше тоже им там дают подавки, то есть как в любой группе. Так, пожалуйста, следующий слайд включите. Ну и вот, как бы параллельно с этими царями ходят дети, поют, ну, такие коротенькие песенки, как церковные. В один и тот же дом могут за вечер зайти до десяти, например, групп. Ну, в основном, да, это будут одни цари и там вот девять групп детей, например. Ну, то есть нельзя сказать, что как бы эта традиция, она поддерживается только домом культуры, но нельзя сказать, что она в таком виде, как она была, существует в совсем уж таком живом, спонтанном бытовании. Вот. Следующий слайд. А, ну вот это 6 января. Вход, это католический регион, Западная Беларусь, Лицкий район. Там переодеваются в трех королей. Вот. Ну тоже, это организует дом культуры, то есть костюм не имеет к этому отношения. Ну и тоже они такие нарядные, красивые, уходят с музыкантом и тоже им дают подарки, обещают их. Вот. Можно следующий слайд. Ну, собственно, основное, друзья, сказала. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, может быть, есть вопросы? Ну, сейчас сумочки нам важны. Понятно, может, что там. Так. Завтра мы сможем еще за ночь придумывать вопросы. АПЛОДИСМЕНТЫ